Здравствуйте, друзья! С вами снова Андрей Вельгаш, компания «Окно в Лондон». Сегодня у нас 15 сентября, конец рабочего дня, конец учебного дня, пол шестого, как мы договаривались, вчерашнего дня. Сейчас будем опять звонить с Олежкой, только что говорю по телефону. Сегодня утром уже говорили с ним, договорились о следующем, что вот в эти вот окна, как мы называем их, то есть свободное время, которое выделяется во время учебного дня для самостоятельного изучения, мы договорились, что в эти свободные часы Олег будет писать конспект того, что он прослушал на уроке до этого, то есть вышел, в следующее у него окно, он садится и пишет конспект того, что он прошел на уроке и, соответственно, всылает мне. Плюс от этого один, то, что, во-первых, он лучше будет вспоминать то, что он прослушал, второе, это то, что он научится, будет учиться писать, излагать свои мысли в письменном виде, ну и третье, конечно, то, что он сможет потом перед экзаменом это повторить, вот уже ему не терпится, сейчас узнаем, какой день прошел. Привет еще раз. Ты сегодня солидный, не успел переодеться? Ты опять ходил на какое-то дополнительное занятие? Сейчас, зачем и почему? По ICT. По ICT? Ну, как сказать, это как, не дополнительное, это сейчас, ей не понравилось, как сказать, не понравилось, она тогда сказала, что не доделал по ICT какое-то домашнее задание, ну, я имею в виду, что написал. Что значит какое-то? Ты вчера писал, то есть, что начни сделать? Она говорит, что я, ну, я написал, но я много написал, я просто не написал несколько фактов маленьких, там, некоторые факты не написал. Она сказала, что я должен их дописать и прийти. Хорошо, а в чем причина? То, что ты не понимаешь, насколько много нужно писать или? Ну, я написал огромное количество, а она подумала, что нет. Ну, смотри, нужно вынести с этого, с этого какую-то пользу. То есть, ты не написал, потому что ты... Нет, я пользую... Нет, я написал, думал, что я все написал. Оказывается, что это не все, оказывается, надо было еще брать откуда ты со мной. Потому что, вот, у меня друг со мной также, он написал на тысячу слов. А ты на сколько? Я примерно на 600 слов написал в этом самом стаблице. Ну, ей все равно это как-то, она не увидела то, что ей хотелось увидеть. Ну, ты понял, что она хотела увидеть? Да, она хотела, чтобы я еще одну секцию там ставил, но я пришел и вот все сделала. Ну, то есть, ты понял, в чем была проблема и впредь, когда будет подобное задание, ты будешь понимать, что нужно там, я не знаю, более широко излагать и так далее. Более широко, как бы еще больше, значит, описывать. Ну, еще больше, опять же, это не конкретно. То есть, ты понял, что она хочет, я не знаю, понимая, что она хочет там, какой-то ты конструктивный из этого вынес пользу. То есть, я не знаю, ты понял, что нужно было использовать три источника вместо двух информации? Или нужно было что? Что именно конкретно ты с этого вынес? Я использовал именно два источника из трех. Я еще одного не использовал, в котором... То есть, я прям даже угадал своим примером. То есть, нужно было использовать три источника и что это за источники? Вот Брэд Фолдер, вот я из книжки всю информацию выписал. А там еще одна такая же, как мини-книжка была, тоже там примерно одинаковая информация, на всех трех книжках написано, только они по-разному написаны все. Понял, видишь, чему тебя учат? И это в университете там будет. То есть, ты должен изучать вопрос со всех, под всеми углами, понимаешь? То есть, не так, что есть разные авторы, разные мнения, разные подходы. И разные книжки, может по-другому. Одна книжка может какая-то более гуманитарная описывает, какой-то внешний. Я просто сейчас фантазирую, я не знаю, конкретно задание. Другая книжка более технический подход, третья книжка еще с другой стороны. То есть, теперь ты понимаешь, у тебя есть три источника, тебе задали задание, тебе нужно выучить, прочитать все три источника и сделать с них вытяжку. Это и называется конспект. То есть, тебе нужно написать уже информацию по всем трем. То есть, ты должен показать, что ты знаешь из всех трех этих направлений. Да? Ну, то есть, Олег, ты прямо сейчас понимаешь, в чем была проблема и в следующий раз этой проблемы не будет. Да. Ну, ты понимаешь, смотри, у нас вторая неделя, ты понимаешь, насколько здесь больше работы на A-Level, ты уже понимаешь, чем на GCC. Видишь, в чем тут трик? Оно кажется, три предмета всего, но они изучаются настолько глубже. Каждый, каждый каждый день у вас есть урок. Да, это точно, это я понял. Эй, это только вторая неделя, это вот только-только вот такие вершки начались, только основы. Экономика еще не началась, никакие расчеты, только-только сейчас вводные у вас. То есть, ты должен понять, что ты очень-очень-очень как бы настроиться на то, что ты должен пахать сейчас просто в три раза больше на GCC, учитывая то, что нужно пересдавать. Английский начал сразу же у тебя? Завтра начнется. Завтра начнется, плюс английский типа. То есть, я тебе говорю просто, мой тебе совет, по-дружески в этом случае. Я нужно сейчас напрячься. То есть, мы сейчас построим правильную базу, мне нужно в ритм войти, понимаешь? Вот говорить, войти в ритм, вот эти, что тебя просил, по экономике ты мне прислал. Вот я бы хотел, если честно, чтобы это было немножко более красноречиво. Вот понимаешь, это не то, что я пытаюсь тебя, знаешь, как заставить больше мучиться, а потому, что просто представь, что, я с тобой говорил, ты должен писать свой конспект для человека, который не был на лекции. То есть, ты, получается, мои глаза и уши на лекции. То есть, написать так, что я должен понять без чтения книги. И представь, что это было задание твоего экзамена. Вот такого сухого ответа, знаешь так, в одном предложении, этого недостаточно. Понимаешь? Да. То есть, делай более разъем. Ты себе сейчас, вот делая вот эти вот работы, вот эти вот self-study period, ты себе экономишь... Ну вот, я был, да, я говорю. Ты себе экономишь тонну времени перед экзаменом. Ты просто потом открываешь... Я всегда так делал. Это не то, что я тебе задумываю, что это из воздуха. Я уверен, отец, а я с отца спрашиваю, отец точно так же. Председент библиотеки и писал, писал, и писал. То есть, понимаешь, это... Есть зрительная память, слуховая, и есть, когда ты пишешь... Я не знаю, как это правильно назвать эту память. То есть, когда ты что-то пишешь, ты запоминаешь еще дополнительно. Понимаешь? Это плюс от того, что сразу пишешь конспект. Ты лучше запомнил? Во-вторых, ты учишься писать, писать правильно, излагать свои мысли. И третье, ты себе сокращаешь работу перед экзаменом. Ты открыл свой конспект и прочитал. Понял? Тебе не нужно перелопачивать всю книгу, а только свой конспект. Все, возвращаемся к этому, к следующему дню. То есть, математика, что было в математике сегодня? Статистика, ну, то же самое мы проходили, что и вчера, это одно. Ну, то есть, эти вот mode, median, average, задания домашние задали? Да, на следующий вторник, страница 22, вам... Ну, у тебя есть в этом, в... АПВД 24. Ну, поскольку я во время этого Free Period сидел, ну, я 2.4 сделал уже. А почему ты все не сделал? Практически сделал 4. Это я... Погоди, Free Period, у нас быстро договорились, что ты будешь мне экономить просто вчера. Ну, уроки. На Free Period я сидел, делал экономик. А. И вот этот chapter 4 ты мне сделал конспект или нет? Да, да, я могу сфотографировались. Олег, сделал, сразу пришли, пожалуйста. Сделал и что? Ну, сделал, сразу пришли, не жди, чтобы я тебе напоминал об этом. Закончил, прислан. И говорю, вкладывайся в это, более красноречиво. Мы как раз еще этот chapter 4 сегодня на уроки разбирали, что у меня это хорошо так обратно. То есть я понимал, что у тебя, о чем тема идет, разговариваешь. Понимаешь? Это вот шаг за шагом просто. Если ты сейчас ведешь эту привычку постоянно вот делать, и потом, понимаешь, ну, представь себе, мы докатываемся до конца года, и тебе нужно будет это все поднять. Это не бизнес у нас был там. И ты помнишь, как мы зашивались одним бизнесом? Ну, конечно. А здесь каждый день задание новая тема. В бизнесе была одна тема в неделю, а здесь пять тем в неделю. И это только экономика, она сложнее бизнеса. Ну, не смертельно сложнее, но она сложнее. Там уже больше будет и вычислений, и аналитики, и всего вот и тому подобного. И ты еще до этого даже не дошел. Если ты сейчас азы не поймаешь, не поймаешь тритм, ладно, ты понял меня. Так, ICT что было? Да, ICT. Тоже анализы с и дизайн проходили мы, продолжали. И там вот это домашнее знание твое вчерашнее, ей не понравилось, и вы сейчас, получается, его переделывали. А что задали на следующий раз? Она сказала, ну вот это переделать надо. И ничего нового не задали? Ну, я бы сказал вам, что если не задали что-то. Ну, ты знаешь, мы же были с тобой вместе на презентации. И ты знаешь уже, мы с тобой утром говорили, я знаю о каждом твоем шаге. Ага, хорошо. Я говорю, хотите напишите, если говорите, пишите, я говорю правду. Хорошо. Экономика. То есть вы экономику разбирали Chapter 4, а то, что было по Chapter 1, вы как-то освежали, проходили? Трейдов, вот эти вот, Костов Картюнити? Да. Да нет, мы это сделали. Ну, то есть прошли дальше Chapter 4. Хорошо. Вышли. У вас же гроза началась, что ли? А я смотрел, погоду должна быть гроза, а у нас нет, у нас тепло. Ну, как бы... Дождя нет, гроза есть. Игром. Ну, значит, это придет сейчас. Я смотрел с утра прогноз, что сильный дождь в вечер. Значит, где-то она рядом сейчас дойдет. На завтра какие... Сегодня что мы делаем? На завтра какие задания? По идее никаких. Что самое удивительное. Но у меня есть... Я сейчас не на этой пищу. Значит, по идее, Олег, никаких или по идее никаких? Слушайте, я говорю, никаких нет на завтра. Ну, если только на завтра, это Chapter 4 по экономике надо будет делать, который я сделал. Ну, и Research этот с интерпренером. И все. В парах, которые мы в группу делаем, которые... Ээээ, которые на экономику? Да, да, да. Ну, а так, в принципе, то я все, у меня ничего нет. Хорошо. Что мы сегодня, чем мы сегодня занимаемся? Я сегодня... Я хочу именно, знаете, я хочу до конца RCT. И чтобы вот прям... Чтобы она без всяких мне там... Знаете, без претензий всяких ничего не кладила, что я еще что-то не доделал. Я... Я хочу и то, и другое. Я все сделаю, чтобы ей прям идеально было. Сдать это. Пойми, это вот твой любимый предмет. Понимаешь? Даже в самом любимом предмете всегда есть нелюбимые моменты. Угу. Ты помнишь физкультуру? Какой любимый предмет на была теория? Везде есть нелюбимые моменты. Ну, конечно. Поэтому... Хорошо. Значит, сегодня ты... А ты... Что-нибудь новое задали? Или то, что вы сейчас доделывали? Получает. То есть, я то, что ты сейчас доделывал, ты хочешь еще больше доделать? Хорошо. Сделаешь. После создания и софтографирования пришли, чтобы я почитал. Сделай так, чтобы я понимал. Вот я тебе говорю, в ICT я вообще очень далекий человек. Я сейчас с тобой буду изучать его. Поэтому... Давай ты сделай так. Пришли мне эту свою работу, чтобы я почитал. И чтобы я понял, о чем мне речь. Да? Угу. То есть, ты должен писать так, для экзаменатора, как для человека, который не был на лекции и не понимал, о чем мне речь. Должен своими словами всему объяснить. Должен прочитать. Вот это вот... Ты написал конспект сегодня? Да. Это так, знаешь. Это такая памятка, скажем так. Шпаргалка. Знаешь так. Глянуть быстро. Что-то освещает себе в память. Но это не есть такой развернутый вопрос, ответ, который я бы хотел как экзаменатор получить от тебя. То есть, ты больше должен разжевать. Должен написать trade-off. Это что-то отдавать за что-то. Например, молодой человек, молодой специалист, мы вчера говорили, отдает trade his spare free time for working more hours in order to get his promotion или пошло того. Либо можешь всегда на себя переводить. Например, молодой студент отдает свое свободное время, social time, как ты любишь говорить теперь, за то, чтобы лучше сдать экзамен и получить свободные каникулы. Всегда так пиши. То есть, ты пишешь что-то и пиши пример. Вот тогда будет отлично. Договорились? Вот сейчас ты идешь на подготовку после ужина. Доделай ICT, потому что я понимал. И вот этот chapter for перепиши мне так, как я тебе говорю. То есть, пишешь definition. Сразу напиши мне, например, for example. Что ты думал? Делал. А? Я же так и сделал. А я не видел. А где ты сделал? Ты мне chapter 1 только... Я отправлял еще. Я же говорю, я сделала. Там прям есть for example под каждой definition. Есть пример под каждой... Пишать. Так, мне это не тяжело. Перепиши тогда. Не так, что ты в конце мне там напишешь какие-то экзамплы, а потом ты через три месяца ты уже не вспомнишь, кому какой экзампл шел. Договорились? Я просто... Ну, я оставлял. Ну, я знаю, что... Не, Олег, мы сейчас втягиваемся в привычку. Ты... Ты... Ты сейчас... Знаешь, как мотор мы заводим. Сейчас его прогреваем. Потом мы слипаем. Все. Я тебя сегодня вечером жду. Повтори что? По сети фотографии экономику chapter 4. С чем chapter 4? Definition plus... Example definition. Каждый definition. То есть ты прям пишешь. У тебя должен быть один абзац. Definition. Как, например, trade-off. This is... Бам-бам-бам. Предложение. Конкретный definition. А потом for example. По каждому примеру ты приводишь. И старайся живые приведи экзамплы. На себе приведи. То есть... Конечно, экзаменат это любит. Экзаменат должен показать, что ты понимаешь. Все. И тогда в принципе ты мне после экзамена вечером высылаешь. Мы можем сегодня даже и этот. Нам по большому счету говорить тогда нечего. Но только при условии, что все будет сделано. Заговорились? Да, да. Все. Но завтра у нас планы какие? Утром у тебя self-study? Самое утро? Какие планы у тебя на self-study справа? Видеть. Сам подготовиться к чему? Например? Ну, математику начать делать. Давай математику сделаем завтра. Раз так уж мы сегодня закрываем вопрос по экономике и ICT, то есть ты сегодня отводишь этому полностью время. То есть желательно всегда так планировать время, что ты занимался чем-то одним. Потому что если ты занимаешься всем в кучу, понимаешь, ну, ты толком не сделаешь ничего. За двумя зайцами поконишь, ничего не поймаешь. Поэтому мы сегодня закрываем вопрос по ICT экономике, а завтра ты на свежую голову делаешь математику. Потом ты идешь, у тебя идет ICT экономика подряд, и после этого идет self-study, за этот час ты не делаешь как хорошенький конспект по тому, что ты прошел на ICT, потому что ты, по словам, экономик. Договорились? Да, хорошо. То есть мне нужен конспект, видишь? Кстати, а что по сегодняшнему конспекту по ICT? Что имеешь в виду за конспект? Summary, вот этот вот Summary Up. Вот это вот короткое, своими словами она расписана, что ты сегодня учишь по ICT экономике, по chapter one. Вот смотри, ты на... Ипликс про вот это вы имеете или что? Вот на экзамен, на лекции вы проходите какие-то темы. Вот мне нужно его Summary так тоже, точно так же. Ну вот как я по Skype сейчас говорю, что вы проходили или... Да, смотри, вот ты сидишь на уроке, и вам рассказывают сегодня о факторах производства. Оно не обязательно должно быть в книжке. Ты себе записываешь, и пишешь мне конспект, сам фактор производства, и ты себе написал что. О-о-о, понял? То есть как бы я сейчас на пример привожу. Так, а что сегодня по ICT? Было что-нибудь такое, что не входит в эту работу? А ты можешь вспомнить, что сегодня было на уроке? Да, я писал там с дизайном связанные какие-то. Ну дизайн все, вот это. Давай так, смотри, у тебя сегодня будет 2 часа. Экономика почти сделана. По экономике ты сейчас доделай Chapter 4. Как только у меня там это распынули, 5-10 минут. Хорошо, по ICT мне сделай Summary сегодняшнего урока. Давай сделаем так. Ну как я не понимаю, что вы имеете в виду Summary какую? Вот мы с тобой сейчас говорили. Ну это Summary, что я сделал. Анализ и дизайн. Ну правильно, Summary с того, о чем мы с тобой говорили. Вот я помнишь, что я в начале нашего разговора тебе о чем говорил? О том, что тебе нужно войти в привычку. И ты пишешь. Мне сейчас необходимо войти в привычку и делать это тоже. То есть ты делаешь короткие записи того, что было на лекции, потому что потом вспомнете. Что я не понимаю. Ну смотри. Книжка, книжка. Вот у меня лист лежит. Да? И вы видите, написание это Summary. Я вам должен включить, вот по ICT допустим. Да. И вот что я должен в этом Summary написать? Что было на уроке? Короткими... Вот сейчас. Все. Сяду сам и написать. Вот что мне писать? Пишешь так. Дата сегодня еще какая-то. 15 сентября. И пишешь ICT. И пишешь то, о чем шла речь на уроке, чего нет в книжке. То, что ты считаешь, тебе понадобится для того, чтобы потом сдать экзамен. А ты приходишь, например, на лекцию, да? Но книжки есть. Ну не все всегда есть книжки. Многие... Каждая лекция. А? Прям читает на ICT. Ну прямо читает слово в слово. Хорошо. Тогда выпиши мне то, что она читала книжку. Но если ты знаешь, что я согласен. Допустим. Я тебе говорю, ну просто, если будет что-нибудь такое, чего нет в книжке, то это должен написать. То есть ты не берешь и не делаешь короткие... Да, они все примеры книжек. Я просто не понимаю. Если просто вы говорите, что я это писал, то это... Я сейчас должен писать вот то же самое, что на планшете сделал. То, что я вам отправлю фотографии. То же самое сам мне должен написать. А есть что-нибудь такое, что было на уроке, чего не вошло в твою работу на планшете? Нет. А по экономике... Нам все учителя, кстати, вот все рассказывают. Они просто... Они... Перефразовывают это самое. А по экономике было что-нибудь такое, чего не было в учебнике и в этом разделе? Нет. Чаптор четыре. Просто я тебе говорю, в университете... Понимаешь, как учеба в университете состоит? Приходит лектор и тебе рассказывает ту информацию, которая у него в голове. А потом говорит, идите почитайте еще такую-такую-такую книгу и такой-такой-то сайт посмотреть. То есть, есть такая информация, которая нет в этой книге. Да, она есть в другом каком-то формате. Но что-нибудь такое ключевое он сказал, ты услышал, ты это тут напиши. Понимаешь, что я имею в виду? Что я имею в виду, о чем она самая? То есть, ты себе пишешь короткие записи того, что ты сейчас узнал на лекции. Понимаешь, я тебе говорю, это не моя фантазия. Так оно работает. Ты себе записывай память человека не бездомная, особенно твоя. Ты через час... Смотри, я просто, я понятик... Смотри, ты должен выйти после урока, сесть и вспомнить, что было на уроке. То есть, промотать себе быстро так, тук-тук, мы говорили о том, о том, о том. Открываешь книгу и ты должен писать. То есть, на уроке сегодня мы говорили о том. Если ты помнишь лучше из урока, напиши, как ты помнишь из урока. Я задание по этому заданию. Если ты видишь в книге какое-нибудь определение, приведи пример, который вам дали на уроке. То есть, тебе должно быть твоей summary, должно быть смесь того, что ты услышал на уроке и то, что ты подчеркнул из книжки. Понимаешь? То есть, не значит, что вот ты дали книгу, ты мне сделал короткую выписку из того, что в книге. То есть, ты должен то, что ты услышал, и здесь запечатлеть на бумаге. Потому что память через три урока забудет то, что было, ты слышал. А придет к экзамену, ты себе вот и вспомнил. Вот точно мы об этом говорили на уроке. Понимаешь, с чем витреть? Да, но это глупость. Зачем, если учителя, они просто, они по-другому говорят? Я правильно. Вот ты записывай, как они говорят. Пойми, ты когда выходишь... Вот смотри, у тебя есть такое ощущение, когда ты выходишь из урока, из класса? Ощущение, что ты все понял вот. Да? Да. Потом, когда ты делаешь домашние знания, ты не помнишь, в чем говорили, ты книжки читаешь как будто первый раз. Я книжки читаю, я все понимаю. Ну, Олег, ну не всегда я тебе скажу честно со стороны, я это наблюдаю за тобой. Поэтому, поэтому, я тебя очень прошу. Ты просто сейчас меня просто послушай. Потом. Ты сейчас меня просто послушай, даже если ты это до конца не понимаешь. А потом ты поймешь, когда со временем, когда ты пьешь в университете, ты все это поймешь. Ты просто выходишь с урока и быстренько набросаешь себе на бумаги ключевые моменты с урока, в котором ты был. Может, прям так и писать, говорил о том, как тебе удобно, в каком формате. Понимаешь, зачем это? Потом, через полгода, ты откроешь и ты вспомнишь этот урок, ты прочитаешь и вспомнишь этот урок. Понимаешь? Да. И ты вспомнишь этот урок просто подсознательно. Ты вспомнишь на уроке, о чем шла речь. Ты тогда понимал, а сейчас ты забыл. Ты прочитал так, она солото привела такой пример, ток-ток, и ты оба. И ты как будто вернулся ментально в этот урок, и ты себе все вспомнил. Пойми, я долго учился, я понимаю, о чем я говорю. Вот я когда в университете записываю, я конспект делал всегда себе на лекции прямо здесь. И потом, когда приходят к экзамену, да, есть учебник, есть сайт, ты почитал. Но когда ты читаешь свои summary, на которых лекция была, ты прямо в моменте видишь, как ты сидел, слушал. И ты подсознательно вспоминаешь все дополнительное, что было вокруг этого. Мы вырабатываем привычку. Хорошо. Давай, ты мне сегодня сделай summary сегодняшнего урока по экономике. Он же был based на chapter 4, правильно? Ну я бы выпишу нишины, и это самый экзамен. Вот и все. Еще то, что ты считаешь интересным. То, что ты помнишь из урока интересным, которое касалось этой темы. Только вот эти экзамплины и все. Подумай, подумай, промотай урок. То, что ты считаешь интересным, которое тебе пригодилось бы запомнить. Олег, ты слышишь меня? Да. Вот это будет нормальный summary. И точно так же сделай мне по ICT. По ICT ты говоришь, доделай этот предмет и сделай мне хороший summary сегодняшнего урока. Поверь. Мы начнем сейчас с тобой это делать. Представляю, я должен по ICT написать просто. Мы говорили о дизайне системы. Дизайн системы это. Дизайн системы состоит из трех таких направлений. Это, это, это. То есть ты как будто, я говорю, ты как будто себе короткую вытяжку, чтобы было на уроке. Хорошо. Мы научимся это делать. Ты через полгода, когда придет тебе в конце триместр, придет писать какой-то тест, ты эти summary summary прочитаешь, ты будешь самым счастливым человеком на Земле. Потому что тебе прочитать summary summary займет несколько часов, и ты вспомнишь весь триместр. А если ты возьмешь завтра книгу, она написана другими словами. Пойми, да? Ты понимаешь? Она говорит другими словами. Понимаешь? Одно дело читать одними словами, которые ты слышал. Другое дело, которые словами, которые в книге. Просто сейчас мне, просто сейчас мне просто поверь, послушай и сделай. Поверь. Пройдет время, и ты все поймешь. Договорились? Хорошо, да. Все, summary по экономике за сегодня, summary по ICT. И я жду оба этих документа, обе фотографии. Только, Олег, чтобы я не звонил, ты не напоминал. Ну, хорошо. Спасибо. Да? Все. Тебе же тоже как бы это надо, да? Твоя учеба? Не только мне? Угу. Ну, подумать, summary, я не знаю. Я чем-нибудь придумываю, я не знаю. Да смотри, ты ходил в кино, да? Смотрел последнее кино какое-то, неважно какое. Вот я тебе прошу, Олег, напиши мне быстренько, расскажи мне быстро о чем фильм. И вот ты мне быстренько пишешь. История началась там-то, тот приехал к тому, завязалось, потом они то-то-то-то. Представь, что ты мне рассказываешь, ты мне рассказываешь о фильме, который ты недавно смотрел. Понимаешь, Юмитрий? То есть самое важное, чтобы я понял о чем фильм. Вот так ты мне самое важное говоришь о том, что было на уроке. С самыми ключевыми моментами расписанными. Ну, в экономике это будет вот эта сеть и финиш. Олег, если ты будешь делать сразу после урока, если у меня начали было на уроке, поверьте, вспомнишь много такого, что она ободавляла от себя. Ну, я могу сейчас написать про экономику, а ICT я не знаю, что написать. Ну, о чем вы сегодня говорили? О чем? Как построен был урок? Ну, говорим, проходи. Вот дизайн этот самый. Анализинг дизайн. Ну, вот дизайн чего? Софтвера. Софтвера. Ну, напиши 15 сентября ICT, анализинг дизайнов софтвера. И напиши, что это такое, что это значит. В дизайн входит то-то, то-то. Потом мы делали то, потом мы делали то. Все. Одной странице тебе это 10 минут работы, 15. Угу. Да. Пойми, твоя задача через три месяца прочитать свой этот ноут и вспомнить себя на уроке. И ты понимаешь, увидишь сам, как работает твоя память. Ты вспомнишь, как ты сидел на лекции и что ты там слушаешь. И так во всем. Что ты делаешь? Я все свои ноуты пишу на компьютере. По экономике я все выписываю в этом самом. На листочках, вон, вот так. Дефинишн. Какая-то самая это полезная вещь. Это очень полезная вещь. Ты смотришь? Я просто не понимаю. Я смысла не вижу никакого. Если все, это то же самое, что дефинишн себе написать. Это абсолютно то же самое. Дефинишн ты забудешь. А если ты напишешь теми примерами, как тебе говорил преподаватель на уроке. Я имею ввиду, с примерами напишешь это. Вот, все. Это достаточно. Так я же тебе говорю мне. Я же тебе не говорю, что мы зашли. Через 15 минут заскрипел стул. Через 10 часов, через час у нее упал фломастер. Я же не прошу такой глупости. Я прошу тему, которую вы рассматривали. И вот бум-бум, да, как дефинишн, но дополняешь теми моментами, которых нету в книге. Понимаешь? В любом уровне. Они в песне. А? Все из книги, все из книги берется, я же вам говорю. Все? Они просто из книги, они все это вычитывают, и они своими словами просто... Вот, вот. Вот ты напиши теми словами, которыми тебе было сказано. Не как в книге, как тебе препод сказал. Я своими словами могу описать. Вот, пиши своими. Напиши так, как ты понял, так, как ты понял сейчас на уроке. Ну, я так и написал все эти, как оно. Хорошо, я об этом говорю, но всегда будет... Пойми, если ты начнешь внимательно слушать, сейчас, конечно, что ты хочешь писать, тебе появится другое, как бы, отношение к этому. Все равно ты будешь какие-то моменты где-то улавливать, чего нету в книге, сразу их запиши. Договорились? Угу. Да, да. Все, я жду от тебя фотографии работы в 8-30. Угу. Все, беги и ужинай. Все, давайте. Все, давай, пока. Не понимаю, зачем это делать. Ну, вот не понимает и все. Ой. Ну, будем надеяться, что поймет. Наверное, я действительно нечем нам будет созваниваться в 8-30, так как сегодня задание как таковых сложных методов. Мы сейчас входим в режим написания конспектов. Поэтому на сегодня, наверное, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до свидания. Да, конечно. Было бы också легче. ПОschぜте вторично еще чтобыcombarde她 со известrid с другим письмом. И апр Barbeев, смерти druける в нас, друзья. Спасибо за внимание а kanssa в последнее время разъем 30 минут в месяц. Удачи вам всего лишь уважение. Быстроacker, мам. И undersideуйте. Конечно, она хорошо зависла.